Сегодня Всемирный день туризма. Первое в мире туристическое агентство открыл проповедник Томас Кук, надеясь, что организованные поездки отвлекут его соотечественников от пьянства. За 175 лет развития отрасли стало совершенно очевидно. Путешествие не только отличное, альтернатива вредным привычкам, но и прекрасный способ расширить кругозор, укрепить здоровье и набраться положительных эмоций. В России огромное количество территорий, привлекательных в точке зрения туризма. Одна из них – наша республика. Какие перспективы у туристической отрасли Чуваши, смотрите в нашем сюжете. Чуваши, как и все остальные регионы, давно обзавелась собственными брендами, с которыми путешественники знакомы давно – «Волга», «Вышивка», «Пиво». Однако сейчас туристам предлагают их в новой упаковке. Природные ресурсы идут в комплекте с инфраструктурой. Изделия ремесленников стали более утилитарными, а перерабатывающая промышленность готова предложить богатый ассортимент экологически чистых и оригинальных продуктов. Сегодня в развитие туристической отрасли вкладываются немалые государственные внебюджетные средства. Одновременно реализуются несколько крупных проектов – этническая Чуваши, Амазония, реконструкция московской набережной города Чебоксары. Появляются новые туристические маршруты. Подтверждение можно найти в совместном проекте национального телевидения Чуваши и гостелерадиокомпании Чуваши. Серия очерков о районах республики превратилась в живой путеводитель по городам и весям. Что там туристы? Мы сами, живущие здесь журналисты, узнали много нового и интересного. Борис Годунов очень быстро смог расправиться с зачинщиками восстания. Он был главный претендент на российский престол. И около 500 человек, среди них богатые люди, бояре, дворяне, князья. Среди них были даже родственники, приближенные Ивана Грозного. Были сосланы необжидые пресурские пустоши на самую окраину российского государства. Особое внимание в последнее время уделяется развитию образовательного туризма, в первую очередь детского. Межрегиональный проект «Живые уроки», к которому Чуваши подключилась в этом году, уже приобрел популярность. В рамках «Живых уроков» ребятам интересно все осваивать самим. Вот это слово «самостоятельность» – это ключевое слово, когда ребята посещают музеи, когда они выезжают на производственные практики, когда они путешествуют по республике или выезжают в другие города страны. И наша задача педагогическая – теоретические знания сделать более практическими. Мы понимаем, что это становится их личным образованием, и знания присваиваются намного лучше, чем бы учитель вышел и рассказал, и передал какую-либо информацию. Сегодня в туристической отрасли заняты тысячи работников. Здесь большое поле деятельности для частных инвесторов и, главное, для фантазии.